На зарядку становись, ведь чтобы сдать все нормы ГТО без нее никак. А раз помериться в силе и ловкости собрались казаки со всей России, то нужно решить, как казачеству стать еще молодежней. Кстати, именно здесь одному из кадетских корпусов Ростовской области присвоили звание «Лучше в России». Но обо всем по порядку. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните, на месте шагом, марш! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Вы когда-нибудь такое видели? Утреннюю зарядку проводят олимпийские чемпионы. Николай Спинев каждое утро в 6.30 собирает команды из всех уголков страны. Станица Вешенская. На несколько дней она стала центром казачьей удали и храбрости. Поэтому и финал утренней гимнастики особы казачьи. Только здесь утро начинается так весело. Второй всероссийский слет казачьей молодежи. Звучит официально, проходит душевно. Каждый день ни свет ни заря казаки выходят на улицу. Насыщенная программа начинается с молитвы, гимнастики. Потом участники надевают парадную форму и отправляются на важную конференцию. Актуальные проблемы молодежного движения в казачестве. Вопрос на сегодня очень важный. Успешный пример Романовского казачьего юрта Ростовской области. В данный момент пришли к полной целостной системе, начиная с детского сада и заканчивая школой. Средних и высших учебных заведений у нас не имеется. Но вся система образования у нас оквачена казачьим воспитанием. Именно здесь казаки собрались не случайно. Казачий дух вокруг. Вешенская давно принадлежит миру. И сама станица ее окрестности – местность, исторически связанная как с жизнью Михаила Шолохова, так и с событиями, описанными в его произведениях. Особенная природа Донского края становится музейной экспозицией под открытым небом. Существует версия историков, что Вешенская была образована в результате переселения казаков в Чаганакской станице, разоренной в ходе карательной экспедиции против казацких городков к восстанию Кондратия Булавина. Такую историю приводит Шолохов в романе «Тихий дон». Но это больше интересует исследователей. Участников слета заинтересовал сам дом-музей писателя и литературная экспозиция. Для экскурсии отвели полдня, ведь неизвестно, когда еще удастся побывать в этих краях. Посмотреть вокруг, на других, но главное себя показать. На торжественном открытии, в парадной форме и со всеми атрибутами. Кавказский кинжал, так сказать. Нормальный такой, боевой. Попахает кинжал. Это главный атрибут, да? Ну, наверное, да. Как-то терцев больше с этим ассоциируется. Черкеска, Попаха, кинжал. Потому что кони в горах у нас не сильно приживались. А вот эти атрибуты стали основным элементом терцкого войска. Кто такие казаки? Насчет этого до сих пор ведутся споры. Есть версия, что они ведут свою родословную из беглых крепостных крестьян. Однако, все чаще историки утверждают, что казачество уходит истоками к 8 веку до нашей эры. Византийский император Константин VII Багряна Родный еще в 948 году о территории на Северном Кавказе написал, как о стране Касахия. Этому факту придали особое значение лишь после того, как была обнаружена персидская география 982 года. Оказывается, и там встречается земля Касак, которая находилась в Приазовье. Казаки по всей России ассоциируются с служебными шашками. То есть, сибирское войско, оно же пошло от донского войска. Потому что Ермак Тимофеевич пришел в Сибирь как раз с этих мест. Казаки прибыли сюда не только для того, чтобы прикоснуться к истории, не только показать свою удаль и спортивную подготовку. Кто сотни, а кто тысячи километров пути преодолел, чтобы в неформальной обстановке поговорить о самых насущных проблемах, поделиться опытом, а главное – услышать друг друга. Неважно, где это будет проходить, то ли на земле войска Донского, либо там на Урале или в Сибири. Потому что данные слеты дают возможность молодежи казачьей, и не только молодежи, а тем, кто приезжает пообщаться с друг с другом. Вот, допустим, вчера я общался с казаками, которые прилетели к нам с Камчатки. Ну, где бы я их встретил, да, вот, по большому счету. Зато мы пообщались, обсудили какие-то их проблемы, обсудили радости какие-то. Ну, в общем, это очень здорово и хорошо, что мы можем так общаться. Хотя, да, понятно, что команды они небольшие, там, 10-15 человек. Но все равно это очень необходимо и очень потрясающе здорово. Особенно радость встречи заметна на вечерках. Они здесь были каждый день. По сути, это форма традиционного увеселения неженатой молодежи, собиравшейся вместе для общения. Их прадеды и прапрадеды в складчину на вечер даже снимали хату, где такие же начинались песни, танцы, игры. Находились свои доморощенные музыканты. И, как любые казачьи увеселения, эти не обходятся без желающих побороться. Например, на поясах. Старинная степная забава. Утро вечера мудренее. И борьба уже на конкретный результат. Спортивная половина команды доказывает за весь войсковой округ. К труду и обороне готовы. Сдают нормы ГТО. Мы возвращаемся к тому, хорошо забытому старому, который раньше подстегивал каждого мальчишку и девчонку иметь на груди золотой значок ГТО. Готов к труду и обороне. Вот это соревновательность, дух спорта. Убеждают. Эти легкоатлеты, эти стрелки, эти турники. Хотят дотянуться до небывалых результатов. Глядя на такое, понимаешь, делают не для кого-то. Это часть их самих. Самое сложное, я думаю, при такой погоде это будет сдавать тысяча метров, а все остальное достаточно легко и просто. Норма отжаться, здесь нормы ГТО отжимания не входят, но в принципе, если даже нужно будет, раз 70 я отожмусь. Здесь можно увидеть и такую женскую ловкость. Неудивительно. Раз у девушек нормы ГТО на слете не принимают, казачки решили, что имя их услышат не только из-под копыт. Свист шашки, чем не романтика. Елена художественную гимнастику променяла на искусство владения холодным оружием. Правда, говорит, о ее увлечении друзья узнают не сразу. Нет, вообще скрывают то, что занимаюсь рукопашным боем, то, что занимаюсь джигитовкой. Это мое личное дело, симпатия. Не все понимают такие интересы. Я считаю, что это что-то неправильное. Я считаю, что нужно возрождать традиции. Номер показательный, а приемы самые настоящие. Это движение восьмерки. Почему? Потому что по восьмеркам работает оружие и с меньшими физическими затратами. Если просто работать вперед-назад, идет какая-то физическая сила. А когда шашка набирает скорость, то небольшие движения, они помогают без всяких усилий работать оружием. Реально сначала была работа с оружием, потом оружие, оно убирается и сразу переходит именно в рукопашный бой. Это было во все времена, потому что когда оружие выбивали, уже начинали биться кулаками, руками, ногами. Поэтому это у нас разработка тела прежде всего. Ну и во-вторых, это красиво, элемент красоты. И второе, это традиция. Насколько важно не просто возродить казачьи традиции, а сделать их частью жизни, становится понятно, когда участники слета встречают гостей из Кремля, правительства Ростовской области, атаманов всех казачьих войск, духовенства. Они приехали не просто убедиться, что молодежь сама выбирает такой образ жизни, но и обсудить стратегию развития до 2020 года, а также подвести итоги конкурса на звание лучшего кадетского учреждения страны. Им снова стал Белоколитвинский имени Атамана Платова. Они стали первыми в России, получат, соответственно, денежную премию в размере трех миллионов рублей, переходящее знамя президента нашей страны. Это очень большая победа, им придется непросто, потому что теперь ее надо удержать. Это еще сложнее. А здесь еще одна история Тихого Дона – Еланский плацдарм. Для участников слета и гостей – реконструкция малоизвестного, но стратегически важного эпизода Великой Отечественной войны. Вешинской солдатам предстояло удержать врага, который шел на Сталинград. Но подхватил поражение, терпим враг. Сталинград уйдет на пути наш район лежит. 8 июля, где-то немцы бомбят в Вешинскую перебраву. Нагибает мать, садя, шел, и разбомблен, перебрала. Отступающая техника 12 июля, как раз за против Вешинской, 5000 млн. техники. Бои шли каждый день. Все окрестные дома стояли без стекол. За водой к Дону ходили только ночью. Для переброски артиллерии, боеприпасов и военного снаряжения на правый берег реки требовался капитальный мост. Для него было выбрано место недалеко от станицы Яландской, под Плешаковской горой. Мост был построен за четверо суток, из настила на сваях, и был ниже уровня воды на 20 см. Это уникальный подводный мост, невидимый сверху самолетными разведчиками. И еще один факт из воспоминаний очевидцев. После окончания войны Шолохова разыскал командир одной из танковых бригад. Летом, во время боев, на Станичной улице этот офицер подобрал шолоховские рукописи. Всю войну он бережно хранил находку в своем танке, а затем вернул ее Михаилу Александровичу поздней осенью 1945-го. Казаки и сегодня ассоциируются у многих с победой, рассказывает Александр. На этот слет он прибыл прямо из Крыма, где вместе с другими завершил конный переход. Александр – летописец масштабной акции, поэтому может рассказать все детали. Это в одной из кубанских станиц подошел ветеран, бабушка. Она ветерана оказалась четвертого кубанского корпуса. И она подошла и плачет. Она принесла цветы, и вот каждым из конников почти что начинает там хоть по одному отдавать. Да, ну успокойтесь, гляньте, ну как бы, ну что, мы ничего не сделали. Мы просто-напросто, ну конники, мы идем конным переходом, потому что, ну, мы не можем никак вообще сравниться с нашими дедами, прадедами, все, что они сделали. Она говорит, ребят, вы знаете, я видел, говорит, последний раз столько, говорит, конников, то есть кавалеристов в Вене в 1945 году. То есть этот конный переход казаков Юга России первый после такой вот продолжительной, с времени окончания Великой Отечественной войны. И в переходе, и здесь не обошлось без гармонии. Ее казаки непременно берут в любой поход. Без музыкального инструмента даже в спорте не могут. И хотя Степан нормативы ГТО в этот раз не сдавал, если бы за четыре дня измерили его движение пальцев по клавишам, то наверняка побил бы все рекорды. Вот мы сейчас побежим, давайте что-нибудь бодрящее такое, чтобы вот дух поднять. Ну, потому что ничто так не поднимает дух, как настоящие русские, настоящие казачьи песни, ну и тем более под гармонию. Вот и вам предлагает зарядиться позитивом. Катюша, оказывается, звучит по-казачьи особенно. ПЕСНЯ Доказано, что музыка может улучшить спортивные достижения вдвое. Баян на стадионе не смолкал, пока сдавали нормативы ГТО. Спортсмены в семи видах спорта два дня ставили личные рекорды. Система включает упражнения для всех групп мышц, а также для выносливости и силовой подготовки. Потом все результаты сложили в общий командный зачет. Кубки остаются на Дону. Победителями стали донские казаки. Золотые значки ГТО на груди у каждого. Кстати, они мало чем отличаются от прежних. А вот ГТО «Готов к труду и обороне» в современной формулировке означает «Горжусь тобой, Отечество». Гордимся, конечно, этим значком, потому что выступления были очень тяжелые, трудные. В тяжелых, трудных условиях выступали. Жара была. Все проходило в кратчайшие сроки. Несколько дней слета пролетели незаметно. Домой увозят незабываемые впечатления, фотографии и решение собраться на следующий год снова. Правда, уже в другом составе. Новые команды приедут сдавать нормы ГТО, которые сами казаки считают очередным этапом уже не возрождения, а развития казачества в России.